Спасибо. Добрый день, извините, я только из Москвы. Все из Москвы сюда едут, а ну наоборот. Значит, ну, если говорить про... Так, что я сделал? Если говорить про ситуации, где молекулярные тесты стали, в общем-то, неизменным компонентом лечения, то мне кажется, что на сегодняшний день разумно, в общем-то, выделять не только принципы, но и давать какой-то обзор именно по опухолям локализации, по локализациям опухолей. И, безусловно, самый заметный прогресс, который есть, это в отношении рака легкого. Ну, про историю с мутациями в рецепторы эпидермального фактора роста все слышали, наверное, нет резона повторяться, потому что все, кто хотел про это услышать, уже имели множество шансов. А вот относительно новые мутации, например, мутация транслокации АЛК, там на самом-то деле проблемы есть, потому что если мутацию GFR достаточно легко выявлять, это один из самых простых тестов, которые существуют в лабораториях, то в отношении транслокации АЛК, транслокации РЕД, транслокации РОС-1, которые обеспечивают чувствительность рака легкого к тирозинкиназным ингибиторам, и которые встречаются не так редко, вместе взяты это 5-10% опухолей, здесь на самом-то деле есть определенные проблемы с лабораторными методами, потому что золотой стандарт, который применяется, это флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Метод, во-первых, дорогой, потому что наборы. А самое главное, он трудно подается автоматизации. И если большинство ПЦР-тестов, их, в общем-то, может делать машина, и сейчас это делается полуавтоматически, то для детекции и транслокации, а они часто вообще-то используются в онкологии, необходим трудоемкий зрительный труд, плюс еще наборы. Ну, в частности, чем мы занимаемся, это одно из наших недавних достижений. Мы пытаемся все-таки адаптировать вот эти достаточно сложные молекулярные тесты именно к методике ПЦР для того, чтобы сделать их полуавтоматизированными. И самое интересное, что побочный продукт подобных работ, новые ЛК-транслокации мы обнаруживаем. Как ни парадоксально, те методы, которые используют в диагностике, они слепые, они анонимные. И получается, что довольно легкими усилиями, ну, 400 опухолей мы протестировали, это по мировым масштабам не так уж много теперь, сразу нашли два повторяющихся варианта ЛК-транслокации, а это при том, что ЛК-транслокации известны 8 лет, с 2007 года. Рак толстой кишки – другой пример, в общем-то, триумфа молекулярной диагностики. Ну и, конечно, в основном здесь говорят про мутации в гене Кейрас, а на самом-то деле я всегда, когда говорю про молекулярную диагностику при раке толстой кишки, я стараюсь начинать с простого теста, который, к сожалению, к сожалению, в общем-то игнорируется медицинским сообществом. Что самое интересное, это в первую очередь тест не для терапевтов, а тест для хирургов. Редкий случай, когда молекулярная диагностика в первую очередь должна быть востребована в хирургической клинике. Тест на микросателитную нестабильность. Микросателитная нестабильность – это довольно редкий вариант течения рака толстой кишки. Встречается он, ну, 5% опухолей от силы, когда абсолютно необычный механизм патогенеза опухолей. Нарушается система так называемой репарации неспаренных оснований ДНК, и в результате, в результате ДНК полимераза не может правильно считывать повторяющиеся нуклеотиды. Именно в повторяющихся нуклеотидах возникают изменения длины повтора, пропускаются целый ряд нуклеотиды. И за счет этого колоссальная особенность опухолей. Она почти доброкачественная, она иммуногенная. И это при том, что под микроскопом подобные опухоли выглядят как очень агрессивные. Как правило, речь идет о наиболее агрессивной разновидности морфологии. Самое главное, что если мы говорим про микросателитную нестабильность, то здесь две абсолютно противоположных категории больных, которые часто обладают подобной характеристикой. Это молодые пациенты, пациенты с наследственным раком. И здесь надо анализировать тем и заниматься всем тем, чем занимается экзотическая наука, генетическое консультирование. Но самое важное, что, к сожалению, пренебрегается, микросателитная нестабильность очень часто бывает у пожилого контингента пациентов. После 70-75 лет. И вот теперь опухоль выглядит очень злокачественно, а ведет себя почти как доброкачественная. И при этом она не чувствительна к стандартной терапии. И вот вам типичная ситуация, когда оперируют пожилого человека. По всем клиническим характеристикам надо бы дать адювантную терапию, что, согласитесь, в общем-то не хочется для пожилого контингента. А вот этот тест, который позволяет примерно 10% пожилых людей после операции убрать из зоны риска и не давать им адювантную терапию. Вот мне очень жаль, что именно этим тестом, несмотря на то, что, ну тоже Росто я уже эти картинки показывал, в общем-то, онкологическое сообщество пренебрегает. А он же самый нужный. Это способ избежать ненужного лечения, а не назначить его. На самом-то деле, наверняка вот эти опухоли с микросателитной нестабильностью, они будут полигоном для новых иммунободуляторов. Потому что опухоль потому и растет, что секретирует локальные иммуносупрессоры. И если мы говорим о современных препаратах, Ниволумаб и Пелимумаб, то наверняка рано или поздно они займут свое место именно для лечения опухоли с микросателитной нестабильностью. Ну, про КРАС, я думаю, КРАС надоел всем так же, как и GFR с его мутациями. Потому что, по крайней мере, те, кто занимаются терапевтической онкологией, слышат про эти тесты намного чаще, чем видят реально препараты. Препараты малодоступные. Ну, что существенно? Здесь, на самом-то деле, как-то странным образом устроила природа, что если у нас назначается препарат в тех случаях, когда нет мутации КРАС, там действительно достоверная высокая частота пользы от подобной и GFR-специфической терапии. А вот когда гены РАС мутированы, ну, казалось бы, дали препарат по ошибке. Ну и что? По непонятным причинам на такие опухоли и GFR-терапии действуют ускоряющие. То есть назначение препарата ошибочно в случае опухоли с мутацией, оно не нейтрально, оно ухудшает ситуацию. И именно поэтому в данном случае, в общем-то, сами производители препарата требуют очень педантичного соблюдения РАС-теста. А это не только горячие кодоны, то, что было в 2007 году. Сейчас этот тест значительно больше. Там несколько областей гена надо проанализировать достаточно аккуратно. Более того, это не только КРАС, но и НРАС. Я бы так сказал, трудоемкость анализа по сравнению с 2007 годом и стоимость, соответственно, возросла примерно в 5-10 раз. Это как посчитать. Но это требуется, потому что каждый лишний мутированный случай, который попал случайно на терапию, это потенциальный риск того, что назначение препарата ухудшило результаты лечения. Вот таких редких мутаций довольно много. Это наша старая работа, она тоже полностью все не окватывает. Но посмотрите, анализ дополнительных мутаций позволяет пересечь экватор. Было 40% опухолей, которые исключались из лечения. А если все делать правильно, то примерно 60% больных с раком толстой кишки должны исключаться из лечения. А если брать опять же пожилой контингент, эти мутации чаще бывают с возрастом, то и все 75% наберется. То есть получается только каждый четвертый больной с раком толстой кишки, если мы говорим о типичном раке, раке пожилого возраста, в общем-то должен претендовать на получение ИДЖФР-антител. Рак молочной железы. Как ни странно, именно в отношении рака молочной железы наиболее сложно проводить эксперименты по поиску предиктивных маркеров. Почему? Во-первых, слишком много стандартных схем лечения. Получается, все, что попадает в маломальский какой-то анализ, это уже пациенты, у которых были линии терапии. В том числе одевантные терапии все-таки получают подавляющее большинство пациентов. Терапию с невидимым эффектом. Соответственно, когда назначается уже терапия с видимым эффектом при метастатическом раке, там есть фон предшествующей одевантной терапии. Другой момент. Сколько мы не говорим про выбор, но в отношении химиочувствительных опухолей проблема выбора так остро не стоит. Если опухоль в принципе химиочувствительна, она будет более или менее отвечать на разные цитостатики. Я избегаю слова любые. И наоборот, все клиницисты прекрасно знают, что есть резистентные опухоли, как ни подбирай, никакого толку не будет. Здесь на самом-то деле самый главный прогресс, и я прекрасно понимаю, что это спорная область, это подходы к лечению наследственных раков. Потому что именно наследственные раки характеризуются необычным спектром химиочувствительности. В основу это механизм их возникновения. Посмотрите, вот у нас ген Анжелины Джоли, он у носительницы БРК-мутации, присутствует в каждой клетке организма, в том числе и в каждой клетке рака молочной железы. Как опухоль возникает? Оставшаяся вторая копия гена БРК-1 инактивируется, и возникает прекрасное терапевтическое окно. Подобные опухоли, наследственные опухоли, их 5% от общего числа опухолей, они характеризуются необычной чувствительностью к препаратам платины. Согласитесь, препараты платины, как монотерапия, особенно цисплатин, никогда не применяются в нормальной ситуации для лечения рака молочной железы. Ну, бог с ним, с цисплатином. Я понимаю, что это все-таки остается экспериментальным подходом к лечению. А давайте посмотрим просто на кривые, которые, на графике, которые отражают, как обычная терапия действует на БРК-ассоциированной раке. Посмотрите, это 415 больных, которые получали неодевантную терапию. Они есть у нас в архиве, есть записи. Мы можем ретроспективно сказать, есть у них мутация или нет, и проанализировать ответ на терапию. Вот, посмотрите, вот у нас все схемы лечения. Вот у нас опухоли без мутации с БРК-1. Это частота полных патологических ответов. А вот это опухоли с мутацией в БРК-1. Посмотрите, ну, примерно раза в 3 больше частота ответов. То есть опухоли более химиочувствительные. Но вот что самое интересное, что тут, на мой взгляд, впервые, в общем-то, можно сказать, что разные схемы терапии обладают разной эффективностью. Посмотрите, это самая доступная схема. Антрациклины АЦ, антрациклины без токсанов. То, что в нулевых годах было экономически наиболее доступным. Посмотрите, вот у нас частота патологических ответов опухоли без мутации. И посмотрите, примерно в 5 раз вырастает частота ответов, если мы отдельно рассматриваем БРК-носителей. То есть получается, БРК-ассоциированные раки неплохо отвечают на антрациклины. А теперь более эффективная схема. К антрациклинам добавляются токсаны. Посмотрите, для нормальных опухолей, нормальных я имею в виду без БРК-мутации, да, немножко, но увеличивается процент патологических ответов, полных патологических ответов. Это то, что должно быть. Но посмотрите, в отношении БРК-ассоциированных нет ни одного патологического ответа. Почему так? Если верить лабораторной науке, для того, чтобы токсаны вызвали гибель опухолевых клеток или нормальных клеток, необходима интактная функция гена БРК-1. Именно наследственные раки эту функцию утеряли. И токсаны не могут реализовать свой механизм действия. Ну, наконец-то, самый любимый слайд, опять же, я думаю, что он всем изрядно надоел. Это первая пациентка, которым по этическим соображениям можно было давать цисплатин, потому что она не ответила на схему АТ, и от отчаяния сделали БРК-тест. И вот посмотрите, какой эффект от монотерапии цисплатином. Ну, справедливо говорят, это все единичные наблюдения. По сути дела, систематически подобные работы делаются в основном у нас и у наших коллег из Польши. Точнее, сначала в Польше и потом уже у нас. Но посмотрите, здесь сознательное обобщение. Здесь обобщены все больные, у которых БРК-мутация, и которые получали цисплатин в качестве неодевантной терапии. У нас конечный показатель, частота полных морфологических ответов. Посмотрите, 100%, 100%. Да, это единичные случаи, 2 из 2, 1 из 2. Но вот в Польше уже опыт 107 подобных больных, 61%, 60%. Все-таки согласитесь, если частота полных патологических ответов превышает 50%, а здесь больше сотни больных, и здесь 4 независимых исследования, согласитесь, все-таки от таких данных уже отмахиваться нельзя. И сейчас уже на уровне, по крайней мере, тезисов, из Великобритании часто публикуются данные о том, они применяют не цисплатин, а карбоблатин для БРК-носительницы. Говорят, да, это все-таки препарат выбора. Ну, часто вообще в 90-х годах недоумевали, когда наследственные раки изучали, все-таки это экзотика, особенно если не делать БРК-тестов, то вообще не будет наследственных раков, согласитесь. И часто говорят, ну, это мало решает проблему заболеваемости, но посмотрите, здесь совсем другая локализация опухоли желудка. Мало того, что мы показали, что у нас в стране опухоль желудка является частью БРК-синдрома, частью синдрома Анжелина Джоли. По идее, БРК-носительный и носительниц надо делать фиброгастроэндоскопию диагностическую. Многие опухоли желудка имеют соматическую инактивацию гена БРК-1. Мутации наследственной нет, но ген неактивен, он просто не экспрессируется. И у таких больных ответы на стандартную терапию, на платинцодержащую терапию лучше, чем у тех, у кого функция БРК сохранена. После цисплатина что можно сделать? Другой БРК-специфический препарат метамицин-С. Я думаю, слышал, по крайней мере, от своих коллег, что современное поколение медицинских онкологов, терапевтов, с метамицином-С никогда не сталкивались. Потому что в 80-х годах, когда его применяли, была очень большая проблема гематологическая токсичность, а тогда же не было ни эпогена и других факторов, которые восстанавливают ГМПС. Соответственно, от метамицина отказались до того, как научились лечить его осложнения, по крайней мере, в массовом масштабе. Мы посмотрели, что в лабораторных экспериментах метамицин тоже обладает специфическим действием на БРК ассоциированные клетки, и самое главное, он зарегистрированный препарат. А знаете, как регистрация звучит? Рекомендован для лечения злокачественных опухолей. Именно так регистрировали препараты в 80-х годах, и эта регистрация остается верной до сих пор. Таким образом, мы имеем полное право применять этот препарат на больных, даже не считая это экспериментом. И вот, посмотрите, не так плохо. Это больные с БРК, ассоциированным раком яичника. Их и так лечат платинной терапией, но это тем больным, которым больше платиновую терапию назначать нельзя. И уже после платинной терапии, у кого-то это было 3 линии терапии, у кого-то 6 линий терапии, тяжелый контингент больных, назначается метамицин, монотерапия. Ну, согласитесь, это все-таки за чудесный исход считать нельзя. Это не такие ответы, как на платину в первой линии. Но все-таки у нас больше, чем у половины больных падает уровень СЕ-125. Один полный ответ, два частичных ответа, и еще 6 случаев стабилизации заболеваний с 12. 9 из 12 препарат дается не зря. Ну, и на заключительных слайдах это молекулярные тесты. Я их просто оставлю на слайде, потому что, в общем-то, не надо лишний раз повторять. Что-то мы не упоминали, например, меланома. Но так или иначе, я думаю, что на этом пора закончить. Еще раз извините за опоздание. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо, Евгений Наумович. Вы очень оживили нашу конференцию. Есть вопросы к Евгению Наумовичу? Да, пожалуйста. Спасибо, это очень выигрышный вопрос. Давайте я сам повторю. На самом-то деле, когда мы говорим БРК мутации, я-то говорю БРК-1, а в мире говорят БРК-1 и БРК-2. Тут есть два аспекта, и очень важно их понимать. Первое. Медицинская генетика, в отличие от других наук, это наука наших предков. Меня сложно убедить, что инфаркт миокарда в Южной Африке протекает иначе, чем здесь. Я думаю, будет сопоставимая диагностика и подходы к лечению. А вот предки у разных наций разные. И получается, вот рядом с нами соседняя Финляндия, у нас в основном преобладают мутации БРК-1, мало мутации БРК-2. В соседней Финляндии, которая принадлежала Российской империи, мутации БРК-2 есть, а мутации БРК-1 нет. Поэтому, именно когда мы говорим о генетических тестах, о тестах наследственной мутации, здесь особенно важно адаптировать к стране. Надо понимать, что мы говорим только о славянской части населения, но у нас очень существенную пропорцию населения страны составляют не славяне, их надо изучать, там данных ноль. Второе. Вот тут могут быть заблуждения. Допустим, если мы говорим о том, что БРК-ассоциированный ракический спитный цисплатину, это верно и для БРК-1, и для БРК-2. А вот с таксанами надо быть намного осторожнее, точнее, здесь логика с точностью да наоборот. Есть критическая масса, более или менее накопилась. Что действительно, БРК-1, ассоциированные раки молочной железы, но не раки яичника, могут оказаться менее чувствительны к таксанам, чем обычные раки. С этим приходится считаться. А для БРК-2 ассоциированных раков ничего подобного. БРК-2 не требуется для реализации эффекта таксанов. Поэтому то, что мы говорим, ну, я считаю, что достаточное основание, если БРК-мутация обнаружена, чтобы отказаться хотя бы в первой линии на начальных этапах лечения от таксанов, это может быть верно для БРК-1, хотя многие будут спорить, все равно дискуссия. А для БРК-2 это абсолютно неверно. Поэтому названия похожи, функции у генов похожи, и все-таки они разные. И здесь, конечно, ужасная путаница. Более того, при том, что одинаковые названия, тестировать ген БРК-2 намного сложнее, он больше. Спасибо большое. Еще вопрос. Спасибо. Да, это любимый вопрос про славянские нации. На самом деле у нас страна так многонациональная, и смешение идет генов. А если в одном лице два, и славяне, и неславяне? Нет, ну это-то, конечно, да. И когда смешанные браки, то это сложно, конечно, вообще какие-то делать рекомендации. Но самое главное, давайте все-таки это важный вопрос, я позволю себе все-таки ответить исчерпывающее, как мне. Первое. Во-первых, да, действительно, я как раз удивляюсь, когда Российская империя, Советский Союз, ну если не страны дружбы народов, но согласитесь, те, кто помнит историю, редко были затяжные хронические конфликты. Все-таки более-менее мирное было существование. Но при этом дружба дружбой, а браки врозь. Когда в 2003 году показали, что для России характерны повторяющиеся мутации, никто не верил, говорили чушь какая-то, артефакт. Сейчас классические генетики, не сейчас, а опять же 8 лет, в 2007 году, они сделали генетический анализ при помощи обобщающих маркеров. Да, действительно, славянское население России и прилегающие Украины, Белоруссия, Польша удивительно гомогенная. Вообще не было никакого смешивания. Теперь, что касается рекомендаций, вот то, что мы говорим, смешанные браки, другие национальности. Да в этом-то вся и проблема. Ну, допустим, приходит человек любой национальности, кроме славянской и еврейской, там более-менее все изучено. Мы даже БРК-тест, в общем-то, по идее-то непонятно, то ли должны делать, то ли не должны. Он не совсем легитимный. Мы не знаем, какие гены вызывают наследственные раки у узбеков, таджиков, дагестанцев, татар и так далее и тому подобное. В мире БРК-диагностика практикуется всем подряд. Но вот, пожалуйста, рядом чистота, рядом Финляндии, извините, я оговорился, там нет вообще БРК-1 ассоциированных раков, очень мало БРК-2 ассоциированных раков, и у них вообще-то наследственные раки, они не связаны с геном БРК, у них причины до сих пор остаются неизвестными. Это сложный вопрос, на который нет ответа, потому что все зависит от того, сколько клинических признаков наследственного рака и какая мотивация найти этот ген. Если это требует модификации лечения, имеет смысл стараться. Если это просто так, лучше отложить лет на пять, появится полногеномное секвенирование, и можно будет сделать эти тесты исчерпывающим образом, через 3-5 лет, не позже. Спасибо. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вывод какой можно сделать? Если рак молочной железы у дамы имеется и назначается химиотерапия, БРК-1, нужно включать в обязательный перечень исследований? Значит, давайте определимся. Все-таки тут надо, во-первых, я считаю, что эти тесты дискредитируются, если нет отбора. Все-таки врач любит тест, когда он часто видит результат. Все время говорить нет, 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 это надоест. Мотивация искать БРК-ассоциированный рак. Хотя бы один из признаков. Либо трежды негативный, а это уже каждый шестой, каждый пятый рак. Либо возраст относительно молодой, до 40, до 45. Это все зависит от наших представлений, от молодости. Они могут варьировать. Это родственницы первой линии, хотя бы. Причем, подчеркиваю, если бабушка заболела 81 год, это не семейный анамнез. Речь идет о более близких родственниках и относительно молодой возраст возникновения. Ну, хотя бы до 70 лет. И билатеральный рак. То, что часто пропускают врачи, когда у пациентки вторая опухоль или две сразу, они БРК-тестки назначают. Вот то, что я назвал. Ну, в городском контингенте это почти половина больных. В контингенте более таком областном это чуточку может быть поменьше, там более такой возрастной состав. Но так или иначе это часто. Опять же, нельзя путать. Трижды негативный статус характерен только для БРК-1. БРК-2, ассоциированные раки, они позитивные. Ну, вот, соответственно, когда есть такие параметры и когда есть славянская национальность, и имеет смысл делать простой тест, это ПЦР-тест, он простенький, он того стоит. Потому что вероятность того, что вы найдете мутацию, процентов 10. Каждая десятая пациентка будет с мутацией, там потребуется какая-то модификация. Ежели этих признаков нет, или не славянская национальность, или, 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 то тогда, получается, вероятность найти мутацию очень сильно падает. Иногда эти тесты делаются от отчаяния. Когда исчерпались все возможные варианты лечения, хочется что-то найти, и тогда очень хочется найти БРК-мутацию. И такое бывает. Вот эта первая больная, которая была, у нее не было оснований делать БРК-тестирование, которое получалось с плотин. Сыворотка крови? Кровь. Дело в том, что сыворотка это бесклеточная часть крови. В сыворотке мы ДНК не найдем почти. А на самом деле берется кровь. Пробирки с ЭДТА. Это то, что в жаргоне называется пробирки с сиреневой крышкой. Минимум эти пробирки могут храниться месяц при комнатной температуре. ЭДТА поглощает все бактерии. Это сильнейший консервант. Ну, нам в морозилке обычной бытовой может такая пробирка храниться годы. Пересылать ее можно как угодно. В кармане до месяца можно. Обычной почтой, грубо говоря. И все это обычная цельная кровь. Там часто консервант подсыхает. Если свежий, выкутайнир капельки. Если подсох, там видна такая подсохшая соль. Ну, пять-шесть раз перевернуть надо просто, чтобы размешать его. Спасибо. Ну, наверное, все, я думаю, вопросы исчерпаны. Тогда, наверное, мы должны поблагодарить Евгения Наумовича и всех остальных докладчиков за участие, а аудиторию за долготерпение. Нет, вы пришли вовремя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.